Мы видели, значит, вот фотографию вот такой, мы видели, сейчас я вам покажу, вот это вот Шойгу такой необхмеленный, злой, а тут дяденька какой-то разработчик водолазного снаряжения стоит, и Шойгу сказал дяденьке разработчику водолазного снаряжения, нам нужно бороться не только за каждый килограмм, но и за каждый грамм веса, веса подчеркиваю, водолазного снаряжения спецназовцев, чтобы они могли взять с собой как можно больше полезной нагрузки, включая оружие, боеприпасы, средства, связь, питание. Ну, для человека, который на земле, ему кажется, что все это нормально. Человек, который имеет некоторое отношение к воде, понятно, что Шойгу болван. Вот он показал себя крутым таким знатоком, такой полегче, чтобы водолазу был, чтобы не потонул. Как сказал бы, наверное, его родственник какой-нибудь, у Винницы, Шойга Сипко умная, однако. Вот, ну вот, ребят, вот эти вот Шойги всякие, вы что-то кроме воровства, там, алкоголизма, кокаина, вы что-нибудь понимаете. Вот Шойгу, военный, ой, военный, Шойгу строитель по образованию, причем при советах кончил, он считает, что это глубоководный бассейн, да, и там Шойгон знатный водолаз. Ну вот, как строитель, он какие-то вот элементарные вещи знает, ну, например, Архимедов Закон, да, Архимедову Силу. В шестом классе учат Архимедов Закон, да. Вот что такое вес? Вот что такое вес? Вот Шойгу, я для тебя, вот я, можно для Шойгу? Вот я его вижу перед собой, хочу для Шойгу. Вот гравитационную силу, действующую на тело со стороны Земли, называют весом тела, гравитационную силу. Вот сколько должен весить вот это снаряжение водолаза и багаж водолаза? Вот Шойгу, как ты считаешь, вот это ты говоришь, что оно должно быть легким, там, композиционным, там, и так далее. Сколько оно должно весить, а? Как ты думаешь? В воде сколько весит снаряжение? Нисколько. Оно нисколько не весит. Я просто не плавец, но я понимаю, что нисколько не весит. Оно нисколько не весит, оно весит ноль. Понимаешь? Данная сила в данном случае не действует, потому что существует закон Архимеда. Я сразу вот вспоминаю, ладно, не буду я вспоминать. Вот я вот для себя написал, разработчик смотрел дикими глазами и говорил так точно. Должен был сказать, слышь, ты алкаш, выучи хотя бы закон Архимеда. Я уже не говорю про закон Бойля-Мариотта, а потом поучай. Ну, все же помнят, что такое закон Архимеда. Тело, впертое в воду, выпирает на свободу силы выпертой воды телом впернутым туды. Так это было, впернутым туды. То есть, по закону Архимеда, тело, погруженное в жидкость, теряет в своем весе столько, сколько вот эта выпертая жидкость. Да? Так, правильно. Поэтому, что получается? Получается, что у нас есть сил тяжести G. По физике, физика шестой класс, да? И силу плавучести, положительной плавучести. Она V называется. Вот V должно соответствовать вот этому G. Если сил тяжести 100 кг, сил плавучести должна быть 100 кг. Все, нет вопросов. И получается тогда нулевая плавучесть. То, чего должен добиться водолаз. У него не должно быть положительной плавучести. У него не должно быть отрицательной плавучести. У него должна быть нулевая плавучесть для того, чтобы в этой воде можно было передвигаться нормально. Если главная проблема под водой, это не вес. Вот с точки зрения, так сказать, гравитационной. А габариты. Аэродинамика. Если габариты. Гидродинамика. 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 Габариты. Представляешь. То есть, если габариты большие, да, то нам никуда, ну трудно с этим, так сказать, общаться. А передвигаться, да. Силу плавучести под водой очень легко увеличить. Ну, то есть, есть масса компенсирующих систем, куда можно поддуть немножко воздуха и все. А вот силу тяжести под водой нельзя увеличить, как ты ее, ты замернешь до дна и набьешь карманы песка? Нет. Поэтому водолазы обычно поезд, на котором есть груз, который можно сбросить и тоже таким образом увеличить силу плавучести. Так что для водолаза важна функциональность, снаряжение. Вот всю жизнь Советский Союз делал самое лучшее водолазное оборудование. Всю жизнь. Да, вот. И сейчас я думаю, что делают отличное водолазное оборудование. И вдруг появился Шойгу, который вот этому дяденьке, который всю жизнь делал водолазное оборудование, говорит, слышь ты, оно должно быть легким. Он всегда знал, что оно должно быть функциональным и маленьким. Вес не имеет значения. Тут появился умняшка Шойгу, который не знает закон Архимеда и говорит, блядь, оно должно быть легким. Я сказал, я умный. Вот он, сейчас я вам умняшку этого покажу еще раз, потому что вот эту рожу надо запомнить, как она вот выглядит. Дяденька такой веселый, смотрит, какой добродушный. Я понимаю, почему это все случилось. Это случилось потому, что он же должен был показать, что он знаток всего, этот Шойгу. Ну вот он, пожуритесь, надо было. То он мог сказать, а почему такая краска? Вы еще не обрани, не эту, с таким-то не связывались? И не знаете ничего про краску номер 10? Тут сказал, какая краска номер 10? Он сказал, ну там генерал какой-нибудь. Слышь, ты, ну объясни там, что надо все краской номер 10 красить, потому что это так вот хорошо. Так что, ну вот так вот, понимаете? То есть, когда Архимед свою Архимеду усил придумал, помните, он в ванну сел, из ванны вылетел, вода вылилась. И вот он тут понял, с этой коронной опять же, и он закричал, эврика, что он обозначает, нашел, да? Нашел. Вот я тоже, глядя на Шойгу, кричу, эврика, нашел долбоебика, да? Хуже этого еще, у которого отчество перепутали с фамилией, а голову перепутали с жопой, да? Вот я вспоминаю, теперь я уже не сомневаюсь в будущей революции, человек пишет.